знания на rostashop.ru и получи скидку. Я изучаю заключенные в темноте и тишине мозг и то, как он создает нашу реальность. Мы знаем, что это делает именно мозг, потому что если мозг хоть немного поврежден, ваша реальность меняется. И если вы употребляете наркотики или алкоголь, если в организме есть вирус, ваша реальность тоже может измениться. Мне интересно найти точки пересечения наших взглядов, ведь вы тоже заинтересованы в понимании реальности и как каждый из нас ее воспринимает. Расскажите об этом. Есть все сущее вокруг, и есть вы и я, как отдельные человеческие существа. Мы не видели мир. Мы знаем лишь его таким, каким его трактует наш разум. Когда мы говорим разум, в английском языке разум лишь одно слово, которое обозначает все. Но в егической терминологии у нас есть 16 областей разума, несущих определенные функции. Есть масса практик и процессов, через которые человек овладевает этими 16 аспектами разума. Чтобы было проще понять, эти 16 частей можно разделить на 4 секции. Первый аспект — будхи, то, что обычно называют интеллектом. Думаю, современное общество, особенно современное образование, слишком сильно сосредоточилось на интеллекте. Мы слишком очарованы нашей логикой. Мы придаем слишком большое значение интеллекту человека, пренебрегая остальными аспектами разума, которыми мы обладаем. Второй аспект разума — аханкара, что можно перевести как идентичность. Как вы себя самоидентифицируете? Ваш интеллект — раб вашей идентичности. Он работает только, отталкиваясь от вашей идентичности. Люди определяют себя простыми вещами, которые они даже не могут увидеть. И эти вещи вызывают сильнейшие эмоции. Например, все мы здесь принадлежим к какой-то нации. Представьте на минуту, что я отношусь к этой стране, к ее гербу, к ее флагу и гимну. Эти вещи вызывают эмоции. Настоящие, неподдельные. Они действительно настоящие, ведь люди готовы за них умирать. Но это лишь ваша идентичность, которую вы можете изменить когда угодно. Вы можете переехать в другую страну, и она станет вашей. Когда вы отождествляете себя с чем-то, ваш интеллект всегда защищает эту идентичность и работает, исходя из нее. Следующий аспект называется манас. Он не находится где-то в одном месте. Это все тело. Манас – это огромное хранилище памяти. И я имею в виду любую память, хранящуюся в вашем мозге. Я знаю, вы большой поклонник мозга. Какую бы память не хранил ваш мозг, в вашем теле памяти в триллионы раз больше. Вы не помните, как выглядел ваш пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пратед, однако его нос на вашем лице прямо сейчас. И он помнит, как выглядели ваши пра-отцы миллионы лет назад. Ваше тело ничего не забыло. Определенно, ваш мозг на это не способен. Так что в отношении памяти манас феноменален. Он проходит через каждую клетку вашего тела и хранит огромную память. Вплоть до момента создания жизни на этой планете и дальше. Вся эта память хранится в этом теле. Не будь памяти, интеллект бы не функционал. Как машина без топлива. Потому что когда есть память, интеллект работает. Память течет сквозь руку идентичности и окрашивается в цвета вашей идентичности. И затем она занимает свое место в интеллекте. Четвертый аспект разума — чита. Чита — это чистый разум. Незапятнанный памятью. В нем нет никакой памяти. Лишь чистый разум. Когда мы говорим «чистый разум», разум, 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 все в мире несет в себе феноменальный разум, недоступный для понимания нашим феноменальным мозгам. Вот аспекты разума внутри нас. Они в некотором роде основа нашего создания. Когда вы съедаете кусок хлеба, позже он становится человеком, потому что внутри нас есть этот разум. Если вы коснетесь этого разума, вам больше не придется думать, чего вы хотите. Вам не придется искать, чего вы хотите. Если вы прикоснетесь к этому разуму, все, что вы желаете знать, станет вашим. Вам нужно просто направить свое внимание. И оно все там. Потому что есть чита. Каждый человек когда-нибудь случайно доприкасался к ней. В такой момент искра волшебства загорается в жизни человека, потому что он бессознательно дотронулся до этого аспекта разума. Вопрос в том, как сознательно попасть туда и там остаться. Таковы аспекты разума. Но не все они находятся здесь. Они и по всему нашему организму. Мне кажется, что главная цель науки взглянуть на разум вокруг и внутри нас и попытаться понять его принципы. Взять и постараться понять механизмы работы всего сущего вокруг. Попытаться сделать их доступными к пониманию. Когда вы говорите «доступные к пониманию», это означает загнать в рамки логики. Что если у вас есть аспект разума, который не поддается логическим параметрам. Попытка подчинить все логике свойственно поверхностному разуму, то есть интеллекту. Это режим выживания. Из интеллекта мы не сможем выжить. Это инструмент выживания. Мы пытаемся постичь все измерения жизни через его призму, что совершенно искажает этот процесс. Я согласен, что у нашего интеллекта могут быть границы. Но я не знаю, где эти границы. И я не знаю, можно ли с уверенностью сказать, что есть предел, за которым есть нечто иное. Наука бесспорно совершила много невероятных вещей за последние сотни лет. Наша сегодняшняя жизнь, комфорт и удобство, которыми мы наслаждаемся, результат научных достижений. Но в то же время наука ограничена, так как мы пытаемся физически постигнуть области, которые выходят за рамки физического существования. Мы с вами уже как-то обсуждали проблему восприятия времени. Это один из предметов, которые я изучаю в своей лаборатории. И я сказал вам, что это один из самых упрямых психологических фильтров. Я имею в виду, что, похоже, время — это лишь некая концепция в нашем мозге, потому что мы легко можем манипулировать им в лаборатории, сделать так, чтобы человек думал, что что-то длится дольше или что-то случилось в ином порядке. И многие физики, например, Эйнштейн, были твердо убеждены, что времени на самом деле не существует, однако мы его заложники. В йогическом мировоззрении мы видим жизнь как танец времени и энергии. Есть определенное количество времени и определенное количество энергии. В местных языках есть очень красивое выражение, «Его время подошло к концу». Обычно, когда кто-то умирает, мы говорим «не как принято у вас». Мы говорим «Его время подошло к концу». Именно это и произошло. Чье-то время закончилось. Мы связываем время и энергию вместе. Если время кончается, когда твоя энергия еще сильна, мы говорим безвременная кончина. Если энергия иссякает, когда у тебя еще есть время, это вегетативная жизнь. Искусство объединения времени и энергии, чтобы они вместе танцевали, это и есть успешная жизнь. Когда мы говорим «время», многое можно сделать с нашей энергией, но наше время утекает с одной скоростью. мы вроде пришли на эту лекцию, сходили в кино, сходили в университет, были там-то и там-то, но что касается физического тела, оно идет прямиком в могилу. Оно живет согласно времени. Ваш мозг легко можно обмануть. Но тело живет согласно времени. Его не одурачишь. Тело идет в такт со временем, потому что время это следствие. Это не фактор как таковой. Время это следствие циклических моментов физической реальности. Мы считаем время. Если Земля делает один оборот, мы говорим прошел день, Луна проходит вокруг нас, это месяц, Земля делает оборот вокруг Солнца, год. Наше понимание времени сформировалось благодаря этим циклическим моментам всего физического вокруг нас. Такова природа физических тел. Они по сути цикличны. От атома и до космоса все циклично. Когда вы отождествляете себя со своим физическим телом, время значительный фактор. Если вы абстрагируетесь от своего физического состояния, научитесь ощущать пространство между собой и вашим физическим телом, ведь то, что мы называем своим телом, это лишь совокупность, это то, что вы скопили, это кусочек планеты. Если между вами и вашим телом есть пространство, то время перестает быть фактором. Настолько, что у нас есть люди, возможно, западная аудитория с трудом в это поверит, но я видел йогов, которые сидели неподвижно на одном месте по 6-7 месяцев. По обычным больше не двигаются. Совершенно. Когда вы отстраняетесь от своих физических процессов, время больше не имеет значения. Вы сейчас сидите здесь, и время отсчитывают не ваши часы время. Ваше тело следит за временем. Если я заставлю просидеть вас 3 часа, редки вашего тела скажут «хватит». Но представьте, если бы у вас не было тела. Да, мы хотим 3000 лет просидеть без проблем, так что в сущности из-за того, что вы прикованы к вашей физической платформе, которую вы называете телом, платформу, которую вы за какое-то время скопили из того, что дала эта планета, исследует ощущение течения времени. Если вы отстранитесь от этого, для вас не будет последствий времени. Что это за «я», которое можно отделить от физического тела. Скажите, это факт, что вы со временем собрали свое тело? Факт, что это тело сложилось за какое-то время, и, возможно, я то, что я воспринимаю как себя, появилось как следствие, а не я сам собрал это тело. Вся информация, которую мы с вами собрали, какой бы обширной она нам ни казалась, в контексте Вселенной, она ничтожна, она не имеет никакого значения. Из этой крошечной собранной информации мы генерируем какую-то мысль, которая может быть полезной для нашей жизни, для создания чего-либо, и, по сути, для выживания и улучшения этого процесса выживания, но она не дает вам доступа к жизни. Человеческий интеллект и разум разорвали связь, существующую у всех созданий и позволяющую им функционировать инстинктивно, на автомате, как машина. В процессе эволюции человек оторвался от этого инстинктивного процесса. У нас есть разум, который должен работать сознательно, но осознанная работа подразумевает, что каждый миг жизни это исследование, что пугает многих. Так что самый простой выход отождествлять себя с чем-то, чтобы определиться, кто же ты. Но это самоощущение, которое ты определяешь своим социальным и культурным происхождением, важно для твоего выживания, но не для исследования. Оно не исследует жизнь. Оно дает тебе ощущение безопасности, помогает спать по ночам, но оно не пробуждает в тебе иной уровень знания. Оно не дает тебе возможности исследовать другие уровни, которых в тебе пока нет. Чтобы это изменить, самое главное, это суметь отбросить это отождествление. Как я уже говорил, нынче очень трудно остаться необразованным, потому что все вокруг очень хотят тебе чему-то научить. всю жизнь я стараюсь остаться необразованным, не поддаться влиянию родителей, семьи, религии вокруг, культуры вокруг, образования, которые нам навязывают, просто оставаться таким, каким мироздание тебя создало. То есть я не очень вписываюсь в университетские стандарты, но это ничего. Будь таким, каким ты был рожден. Не приковывай свой разум к чему-то определенному, национальности, религии, семье, расе или своему полу. Просто сумей видеть свою жизнь как частицу жизни. Если человек этого достигнет, его восприятие просто вспыхнет так, как он и не мог вообразить. с моей точки зрения есть такая вещь, как пластичность мозга. То есть мы впитываем всю поступающую информацию, и я думаю, это соотносится с вашим описанием самоопределения. В конечном итоге это есть совокупность воспринятого. К тому же мы существа, которые все всасывают в себя, нашу культуру, язык, на котором мы говорим, и мы все-таки мужчины, и мы одеваемся определенным образом. Это трудно избежать. Думаю, вы сейчас скажете, что вы себя совсем этим не отождествуете. Требования социума это одно. Идентичность необходима для выживания в обычной жизни. Но выживание это не процесс исследования. Ведь цель науки знания. Технология это лишь побочный продукт. К сожалению, никто в этом мире не пришел бы к науке, если бы она не раскручивала технологию. Что печально, потому что разум человека хочет знать. Даже если это знание бесполезно, он просто хочет знать. Технология имеет пользу. Но то, что сегодня кажется удобным, завтра может оказаться разрушительным. мы должны заниматься технологией с осторожностью. Наука же должна происходить безудержно. Мистицизм должен происходить безудержно, потому что это есть исследование. Его суть не в том, чтобы найти применение. Современная наука стала рабом технологии. Если она не имеет пользы, то она никому не нужна. Скажите, я просто хочу знать, и никому это не будет интересно. Как нам на этом заработать? Вот что всех интересует. Это неправильный подход к науке, потому что наука базовая потребность человека, желание знать. Это природа человеческого разума. Это не выдумка группки ученых. Это основополагающая потребность человеческого разума, желание знать. Когда человек что-то видит, он хочет знать, что это. Будь оно большое или маленькое, постоянно поддерживать это любопытство, это желание знать, основа науки и мистицизма. Их отличает лишь принципиальный подход. Наука пытается достичь всего физическими средствами, оперируя физическими величинами, следуя законам физики. Опираясь на физические средства, ты неизбежно когда-нибудь натолкнешься на стену. В моем понимании, я не ученый, я не знаю всех деталей, но, по-моему, материалисты находятся около этой стены. Возможно, они еще не уперлись в нее, но они рядом. В этом и заключается безответный вопрос. У нас нет никаких гарантий, как далеко в науке мы продвинемся, но под стеной, я полагаю, вы имеете в виду, что мы приближаемся к моменту, когда имеющихся средств станет недостаточно. Пяти чувств и мозга будет недостаточно. В эту стену мы уперлись давным-давно. Например, такие вещи, как квантовая физика. Ты не можешь ее понять, но ты можешь ее записать и сделать точные вычисления до четырнадцати десятичных знаков. И мы можем создавать из этого что-то новое. Мы можем видеть вещи намного меньше или намного дальше, чем когда-либо. Мы понимаем все чудо и искусность мира вокруг намного лучше, чем прежде. Но саму физику человек не понимает. Мы просто создаем инструменты, позволяющие ей следовать. Так что этот момент уже наступил, особенно это касается мозга, который состоит из сотен миллиардов клеток, образующих тысячи триллионов связей. Мне нравится, с какой страстью вы об этом говорите. Некоторые так говорят о еде. Я помешан на мозге вместо еды. Любите пищу для мозга. Да, но потому что трудно не восторгаться, ведь это настолько невообразимо сложная система, что не подобрать слов. Человек не способен понять систему настолько сложную, однако у каждого из нас она есть, этот трехфунтовый орган внутри нас. Мы давно дошли до этого предела в науке. Мы можем создавать новые ветви математики, делать компьютерные симуляции, но мы никогда не поймем, я никогда не пойму мозг. Я могу лишь, как вы объяснили, 16 аспектов разума, упростив их до четырех, так и я могу взять эти тысячи триллионов связей в мозге и сделать мультяшную модель, которую мой скудный интеллект сможет осмыслить. Создание симулятора мозга. все очень заняты созданием этого симулятора. Это хорошо, но мы рассматриваем физические механизмы происходящего, но сложность происходящего куда выше физического механизма. Изучать физические принципы работы мозга, работу нейронов, электрические сигналы, волны и тому подобное, это прекрасно, ввиду его сложности, его утонченности. Это устройство бесспорно. Человеческое тело это устройство, самое искусное устройство на планете, однозначно. Но помимо этого, мозг можно воспроизвести с помощью такой простой вещи, как морковь или хлеб. И я хочу сказать, что здесь есть разум, который способен создать мозг. Почему вы игнорируете этот разум? Я думаю, суть науки в том, чтобы попытаться понять, что это такое. Я имею ввиду, что в науке есть разные подходы, например, изучение генетического кода, чтобы понять, как же так 27000 генов складываются в человека. Какова бы ни была истина, что там происходит духовно, мы знаем наверняка, что из этих четырех букв, аминокислот и базовых пар, которые создают протеины, каким-то образом, это все складывается и получается человек. Подобные вопросы всегда были на уме людей. Почти 15000 лет назад у Ади-йоги, что значит первый йог, было семеро учеников, и эти ученики были полны вопросов. Среди них были астрономы и математики, и у них были миллионы вопросов. Спустя какое-то время Ади-йоги наскучили их вопросы, потому что их вопросы были лишь продуктом их интеллекта. Они не могли спросить ничего за пределами этого. Они спрашивали, какова природа нашей вселенной, где она начинается, где кончается, какого она размера. Ему это наскучило, и он сказал, я могу засунуть всю вселенную в горчичное семечко. Всю вселенную в одно горчичное семечко. Они были поражены. Из чего она сделана? Раз вы можете уместить огромную вселенную, начало и конец, которые мы не можем даже вообразить в семечко? Ему было ужасно скучно, он ответил. Из пяти элементов. Вся вселенная состоит только из этих пяти элементов. Если вы овладеете этими пяти элементами, то у вас будет ключ к каждому аспекту мироздания. Если вы подойдете к ним снаружи, то как только вы приблизитесь к ним, они примут триллион новых форм. Если вы попробуете их изучить, они примут триллион новых форм, такова их сущность. Всего пять элементов. Пять миллионов вещей, это трудно, а пять вещей мы с вами можем изучить, так? Я по крайней мере могу только пять. Вы говорите о миллионах и миллиардах, но я могу только пять. Так вы расскажете, что это за элементы? Эти пять элементов называются огонь, земля, вода, воздух и пространство. Пять элементов, из которых все состоит, все, что вы называете творением природы, состоит из материи, это земля. И все оно во времени, это воздух, у всего есть температура, это огонь, и у всего есть целостность, это вода. Без воды ни в чем нет целостности. И все вместе это держит Акаша, что переводится как пространство, но это не совсем точно определяет это слово. Более подходящий синоним будет эфир, или эфирное пространство, так тоже говорят. Вот эти пять стихий, будь то атом или субатомная частица, все состоит из этих пяти элементов. Так что вам не нужно изучать триллионы проявлений этих пяти элементов. Если вы поймете все эти пять элементов, то вам станет доступно все. Самый основополагающий процесс йоги, к сожалению, в Америке представление о йоге искажено. Самый основной аспект йоги называется бхута шутхи, что означает очищение пяти элементов, который позволяет вам ощущать их по отдельности в вашем организме. В этом теле 70% воды, 12% земли, 6% воздуха, 4% огня, остальное пространство. Если вы контролируете эти элементы, вы знаете, что все, что есть жизнь, здесь. Современная наука говорит, что сейчас, когда вы сидите здесь, каждая субатомная частица имеет связь с остальной вселенной. Раз это так, значит, вы должны просто открыться, стать восприимчивым к ней. Будь то что-то крохотное или огромное, в сущности все одно и то же. Разница только в сложности и искусности конструкций. Основополагающие элементы у вас и у амебы одинаковые. Разница только в сложности, но по сути составляющие и создающие жизнь одни и те же. То есть все составляющие эту жизнь материалы и любой материальный аспект, который мы видим в этом мироздании, если мы знаем составляющие и как они складываются, то мы имеем ключ ко всем аспектам жизни. Но если ты пытаешься изучать само мироздание, они будут множиться триллионы раз. Похоже, все зависит от твоей цели. Если ты хочешь создать лекарство от рака или построить вертолет, ты должен собрать что-то из этих пяти элементов. Но вы говорите не об исследовании, а о целесообразности. В чем смысл жизни? Позвольте спросить. Хотел бы я знать. Я понимаю, о чем вы. Науке это тоже неизвестно. Я занимаюсь наукой всю свою жизнь, но я не знаю ответа. Я гораздо ближе к ответу, когда я читаю литературу, которая была моей первой любовью до науки. Я согласен с тем, что в этом вопросе наука совершенно никак мне не помогает. А вы как думаете, в чем смысл жизни? Если взглянуть на мир сейчас, и мне это все совершенно не нравится, это идет вразрез с моим представлением о жизни. Сейчас наука ушла от исследовательского процесса к процессу эксплуатации. вы смотрите на атом и думаете, как его использовать. Видите бактерию, как ее использовать. Видите слона и думаете, как использовать его. Конечно, когда вы посмотрите на человека, вы тоже задумаетесь, как его использовать. Вот что сейчас происходит. Мы ищем применение всему. Не в этом смысл жизни. Вы можете придумать, как использовать все на свете, но жизнь от этого лучше не станет. Если вы поймете, как сохранить вот это, жизнь станет лучше. Если вы поймете, как просто пребывать в состоянии блаженства, жизнь станет лучше. Я понимаю, о чем вы. Но я пытаюсь понять эту незыблемую жажду знаний у людей, которая только растет с каждым поколением. Конечно, я ограничен в своих мыслях моим накопленным опытом, но он строится на опыте предыдущих поколений, на их знаниях. То есть, моя отправная точка уже на следующем уровне, и оттуда я могу двигаться дальше. Двигаться куда? Какой цели? Хороший вопрос. Двигаться к постижению, к знанию, к которому стремится наука, отложив в сторону целесообразность технологии, просто искать ответы на вопросы как ученый. Если цель знания, ведь то, сколько времени и энергии кто-то готов этому уделить, отличается от человека к человеку. Но все хотят знать, это несомненно. Но зная все лишь интеллектом, мы будем знать только поверхность всего, но не настоящую его суть. Потому что единственный путь к нашему переживанию этот человеческий механизм. Мы не постигаем мир никаким другим образом, кроме того, как он вам его показывает. Так? Согласен. Я не знаю, какой вы на самом деле. Я только знаю то, как мой мозг вас видит, и как я это воспринимаю. Вы знаете, вы же вскрывали человеческий мозг, и что-то там смотрели, и проводили электричество, и что-то еще делали. Я не имею в виду вас лично, и я говорю, что люди это делали. Вы знаете наверняка, что вмешательство в определенные физические процессы человека может в корне изменить его восприятие. Мир не изменится, но его восприятие изменится. Так что, по его мнению, изменится все. Так что этот аспект жизни пригоден только для выживания. Все, что мы делаем, это выживание. Мы делаем все, чтобы выживать лучше, чтобы этот процесс был приятнее. Мы улучшаем уровень нашего выживания. Но для человека это не важно. Как бы хорошо он не выживал, этого никогда не достаточно. Потому что выживание не приносит удовлетворения. Не важно, насколько большой у нас дом, насколько большая машина, насколько она энергоэффективная, насколько хорошо мы одеваемся. Нам всегда кажется, что этого недостаточно. Потому что это не тот путь, которым жизнь хочет идти. Вот что я пытаюсь понять. Этот вопрос знания, вопрос поиска знаний. В науке или в мистицизме? В этом вопросе мы зависим от наших органов чувств. Да, вы хотите сказать... Я хочу сказать, что это зависит от определенных обстоятельств. Например, мы заблудились в джунглях. Если мы увидим что-то съедобное, мы возьмем это и положим в рот. Мы не будем пытаться засунуть это в уши или нос и стараться случайно найти правильное место. Мы просто знаем, как нужно есть. Без сомнений, все, что связано с нашим выживанием, есть в нас по умолчанию. Это память миллионов лет, которая хранится в нас. Мы знаем, как выживать. Но мы не знаем, как читать и делать многие другие вещи, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Вы помните, как в возрасте трех лет вас учили алфавиту? Как чертовски трудно это было? Так трудно, что просто, чтобы написать букву А, вам приходилось писать ее по сто раз, чтобы получилось верно. Потому что в вас было стремление. И со всем, что выходит за рамки выживания, нам нужно иметь определенное стремление. Стремление к внутреннему осознанию, которое, к сожалению, было вытеснено в современном обществе, потому что мы помешались на технологии. Технологии – это потрясающе. Но со временем вы увидите, что с технологическим прогрессом люди будут приходить во все большее отчаяние. Если вы еще не заметили, то просто оглянитесь, и вы увидите детей восьми лет, десяти лет, которым скучно. В вашем и моем поколении такого никогда не было. Мы понятия не имели о скуке. Восемь-десять лет в нас кипела жизнь, но сегодня дети в десять лет сходят с ума от скуки, потому что они видели все это чертово мироздание на экране своего телефона. Они знают это все. Но я говорю, я говорю, что все это доброе отчаяние в жизни не имеет ампоста. Погрометрируем и комбиноземность это будет не в merged. Но哈哈哈, и об образах выстрее не может быть, не может быть. Получится, это будет единственным научным опытом на этом планете будет неинтересны. Это будет только ментозрепрессию, интеллектуально, в объектах, в частности. Это будет не вопрос. Я не говорю, что это возможно. В этом смысле нет, но я в этом смысле, это будетfluter. Они включат телефон, и я почую запах индийской еды. Это может случиться. Я не говорю, что это невозможно. Но я могу сделать это и без телефона. Мне кажется, наша наука все еще слишком молода, чтобы знать наверняка, будем ли мы всегда сталкиваться с приумножением проблем. Я не говорю, что это проблемы. Это лишь больше предметов для изучения. Да, но иногда это называют крошечной наукой. Я имею в виду, что поняв структуру атома, ты можешь замерять нейтроны для повышения точности, но это никому не нужно, потому что это больше не фундаментальная проблема. И мы на такой ранней стадии, что мы не знаем, будет ли наука разветвляться на все большее количество интересных вопросов, или мы просто станем отбрасывать ненужное, потому что оно больше не имеет значения, так как мы поняли саму суть. Возможно, мы не узнаем этого еще сто или тысячу лет, но я не могу сказать наверняка, что мы обречены на бесконечные усложнения. Возможно, мы сможем собрать очень ясную картину. Я говорю о том, что вы изначально задействуете только органы чувств. Согласен. Органы чувств — это основа научных искажений. Я же говорю, что органы чувств — ненадежный инструмент. Я считаю, что цель науки — преодолеть границы наших органов чувств, попытаться найти, преодолеть как? Пониманием законов природы, которые мы не понимаем, но они кажутся верными, как законы механики, как физика Ньютона. Поняв, почему сила равняется произведению массы на ускорение, почему это так, никто не знает. Но именно так люди пытаются осознать. Это способ заглянуть во Вселенную и понять, что есть законы, которые выходят за рамки моих органов чувств. Я никак не могу почуять или потрогать, что F равно M. Однако, похоже, что это правда. И именно так мы выходим за рамки этих внешних устройств, с которыми мы рождены и пытаемся понять что-то больше. Да, нам приходится переводить это в вычисление, и вычисление нам нужно записать или послушать, если вы слепой. Но теоретически это то, что выходит за рамки нашего базового сенсорного аппарата. Для удобства я опять разделю на четыре. Мы видим мироздание в четырех аспектах. Стхула, что означает «грубое физическое творение». Сукшма, что означает «тонкое», то есть то, что вы не можете постичь органами чувств. Но если вы настроите свое внимание на определенный уровень, то вы сможете. Это называется «вишишгнан», что означает «экстраординарное знание», или «веган». В местных языках «веган» означает «наука». «Вишишгнан» означает «экстраординарное знание». То есть мы воспринимаем вещи, которые наши органы чувств воспринимать не способны. Но тем не менее они в физическом мире, и все физическое можно уловить органами чувств, если они хорошо настроены. Не можете вы, может, какое-то другое создание на планете. Стхула — это грубая реальность. То есть каждый из нас может видеть, слышать и чуить. Сукшма — это тоже нечто материальное, но настолько тонкое, что ваши глаза и уши не могут это уловить. Но если вы будете внимательны, то сможете. И еще есть шунья, которая буквально переводится как «пустота». Но это не совсем точно. Это состояние без формы. У всего материального есть форма. Но шунья означает, что материальность достигла состояния, когда у нее нет формы. Она просто материальна. Это фундаментальная материя физического. Дальше идет шива, что означает «то, чего нет». То есть то, что совершенно нематериально. Бытие рассматривается как эти четыре составляющих. Есть целая методика, как постигать эти четыре аспекта. Если бы ученые, которые изучают физическую реальность, так глубоко обратили внимание на самый основной материальный объект, которым являются они сами, если они обратятся внутрь, вместо того, чтобы постоянно смотреть телескоп или микроскоп, если они потратят на это столько же времени, я думаю, из этого получится нечто феноменальное. Для многих ученых причина, по которой они смотрят во внешний мир, это способ понять, из чего он сделан, что в том числе даст понимание того, что есть частица жизни. Позвольте спросить, когда вы говорите, что я частица жизни, вы частица жизни, я понимаю это в определенном смысле, но мне интересно, что вы подразумеваете под частицей жизни. То, что вы пьете, это жизнь, то, что вы едите, это жизнь, вы вдыхаете жизнь. Мы все это впитываем, и это все частицы жизни. Мы получаем определенное количество информации, которая подсознательно создает определенную среду, с определенными наклонностями, характером и индивидуальностью. Но это словно пузырь. Когда вы выдуваете пузыри, у каждого пузыря свой характер. Когда они лопаются, мы понимаем, что основная составляющая пузыря – воздух. Где он? Повсюду. Воздух повсюду. То есть все кругом воздух, а пузырь – это частица воздуха. Точно так же это все жизнь. Вся вселенная живая, а я – частица жизни. Жизнь дала мне привилегию содержать в себе частицу жизни и испытывать ее, будто я и есть все. Это потрясающая привилегия, но мы не должны ей злоупотреблять. С вашей точки зрения, это иллюзия, раз я – частица жизни, и вы – частица жизни. И учитывая, что мы разделяем одни и те же атомы, то есть когда я вдыхаю, вы вдыхаете, мы обмениваемся атомами. Вы считаете это разделение на меня и себя иллюзией, или мы с вами одна и та же жизнь? Сейчас выходом новых приложений и программ так будет проще объяснить, потому что люди пользуются ими, будто они живые. Определенное количество информации было откалибровано определенным образом, чтобы делать определенные вещи. Они практически живы. У большинства людей отношения с WhatsApp лучше, чем с их семьей. Люди и так им увлечены, потому что у него есть свой характер. Он даже предсказывает, что вы собираетесь напечатать. Чего не могут ваша семья и друзья. И точно так же это определенное скопление информации. Нам доступна необъятная жизнь, и вокруг нее мы сформировали пузырь. Это мой пузырь, это ваш пузырь. Состав пузыря – одно вещество, но поверхность пузыря моя совершенно отличается от вашей. И у нее свои характеристики, свой вкус, свои особенности. Это подсознательная программа, которую каждый из нас пишет грандиозным количеством информации, которую мы получаем просто сидя здесь. Пять чувств получают огромное количество информации. Информацию, которую человек получает за 24 часа, вы не сможете обработать и за миллионы лет. Вот сколько информации мы получаем. Вот что традиционно мы называем кармой. В Америке это понятие искажено. Слово карма. Люди называют себя кармой. Я слышал, есть люди по имени карма. Например, сейчас мы не видим, как там снаружи, наверное, хорошо. Здесь работает кондиционер, так что все чудесно, мы все в порядке, вас никто не беспокоит, но вы сидите здесь и страдаете. Тогда мы говорим, это карма. Айо, это карма. Буквально, карма переводится как действие. Наше деяние. Кем ты являешься сейчас? Это твоих рук дело. Как ты себя построил, сознательно или нет, в каком мире ты родился, это тоже бессознательный выбор. Потому что ты задал определенную наклонность, и ты работаешь согласно им. Твое программное обеспечение строится бессознательно. Но сейчас я хочу сказать одно. Все, что вы можете сделать бессознательно, если вы пожелаете, если вы пожелаете, вы сможете сделать то же самое сознательно. Если вы можете создать только бессознательно, при желании вы сможете сознательно это перестроить. Я могу показать вам миллионы людей, которые перекроили себя целиком за пару недель. Я могу показать немало людей, которые за сутки изменили лицо, только потому что они прошли через определенный процесс. И с трудом мы найдем людей, которые изменили свою личность за пару дней, потому что дистанцироваться от своей генетической памяти — это целый процесс. Большинство индейцев сейчас забыли, но раньше это знали в каждой семье. Когда кто-то умирал, или даже если твои родители живы, есть процессы, позволяющие отстраниться от твоей генетической памяти. Это очень важно, если ты хочешь быть новым уникальным пузырем. Ты должен отстраниться от генетической памяти, иначе в 18 лет ты, конечно, будешь бунтарем, который не хочет быть как родители, но в 45 ты вдруг поймешь, что ты ходишь как твой отец и разговариваешь как твоя мать. С тобой что-то происходит, и ты не понимаешь. Нельзя недооценивать этих людей. Они так легко не сдаются. Твоего деда, возможно, уже давно нет, но он хочет жить через тебя. Суть в том, чтобы дистанцироваться от генетической памяти, чтобы ты не стал зацикленным круговоротом повторений. Ты хочешь быть новой жизнью. Это значит, что ты должен сознательно откалибровать свое ПО. Все, что вы можете делать бессознательно, вы можете делать сознательно, если есть стремление. Что нужно, чтобы у человека было достаточное стремление? Зависит от того, насколько далеко он хочет зайти. Если к вам подойдет студент и спросит, «Я хочу знать всю физику от начала и до конца, сколько времени у меня это займет?» Вы не сможете ответить точно. Вы скажете ему, начать с учебы в университете. Когда он отучится и будет думать, что все знает, вы скажете ему, что это не все. Ты должен получить степень. Когда он ее получит, вы скажете, что он должен стать доктором наук. Он станет доктором наук и тогда скажет, что почти ничего не знает. Верно, таков путь мудрости в науке. Самое основное, что человек может сделать, неважно, сколько времени это бы не заняло, в первую очередь, он должен узнать, что внутри нас есть и иной аспект, есть другой способ восприятия, что есть что-то выше. Понять это не как веру, не как постулат или учение какого-нибудь гуру или наставника, а знать в себе, что есть что-то за пределами этого тела, за пределами этого разума. Ваш что-то есть. Этот процесс, если вы этого хотите, если вы посвятите себя, займет всего 30 часов полной концентрации. За 30 часов мы можем дойти с вами до той точки, где вы получите инструмент, благодаря которому вы познаете, что есть что-то помимо вашего физического тела. Вам не обязательно решать, что это, но что-то вне вашей физической природы живет внутри вас, и вы узнаете, что есть что-то выше вашего материального бытия. Возможно, это вдохновит вас на дальнейший поиск. Так что же будет, если мы сможем вырваться за пределы физических оков? Пару лет назад мы открыли школу. К нам пришел 8-летний мальчик и спросил, «Садгуру, жизнь — это реальность или сон?» Я посмотрел на него. Ему 8 лет. Он должен знать правду. Я ответил, «Жизнь — это сон, но сон — это реальность». «Садгуру, ну ты скажешь тоже». «Ну это так». Жизнь — это сон. Она ведь происходит внутри тебя, и это сон. Но в твоем восприятии этот сон реален. И этот сон вы можете сделать каким угодно. Каким вам угодно. Мы можем сделать его великолепным сном. Для себя и для всех остальных. Технология сделала много чудесных вещей, чтобы сделать наши сны лучше. Но я бы хотел, чтобы ученые